Игорь Иванович Потому что все мы любим и интересуемся этими проектами, так или иначе, каждый дизайнер, каждый, кто работает в частном секторе, и, конечно, я думаю, среди вас есть те, кто делает и то, и другое, кто занимается также коммерческими проектами. Есть такие? Поднимите руку. О, достаточно много. Отлично. У меня архитектурное бюро. Я занимаюсь дизайном архитектуры 12 лет. У меня два архитектурных образования. И начинала я так же, как и Игорь, с частных проектов. И сейчас где-то половина, примерно 50 на 50, моя работа состоит из коммерческих объектов. Это во многом офисы. Сегодня мы посмотрим какие-то из моих работ. И я расскажу о том, что самое важное нужно поменять в своем подходе и как вообще в принципе работать с компаниями. Как выстраивать с ними отношения таким образом, чтобы это было эффективно, чтобы проект получился. Чем вообще в принципе отличается работа в коммерческой сфере от частной. Итак. Это я. Более 100, наверное, уже проектов реализовано. Специфика моей работы такова, что ко мне приходят люди с какими-то невероятными интересными задачами постоянно. То военно-промышленный комплекс, то будка для собаки, дом, здание. То какие-то пещеры индейцев для клаустрофобии. Интерьер частного самолета. То есть у меня очень большой опыт именно в работе с необычными объектами. Да, спа-центр, вот то, что мы делали. Машину времени. Это очень здорово. И это то, за что я обожаю свою работу с коммерческими проектами, с компаниями. Потому что квартиры, дома, дома, квартиры. Все примерно, примерно. Конечно, да, там есть разные стили, есть разные задачи. Но там нет такого все равно полета, такого огромного диапазона, да. Когда мы работаем с какой-то компанией. Вот. Я также член союза дизайнеров-архитекторов. Директор по связям с общественностью. И там занимаюсь как раз работой с выстраиваемым отношением. С выставками, с какими-то партнерами нашими. То есть как раз через союз также я общаюсь с компаниями. И я всегда говорю, что я люблю дружить с компаниями. Это одно из моих любимых занятий в моей работе. Это направление моей деятельности. Ну, здесь мои коммерческие проекты, с кем я работала, это некоторые из моих клиентов. Есть крупные компании, есть очень крупные компании, а есть небольшие, а есть очень интересные. Вот. Есть, например, компания GS1. Это компания, которая занимается штриховым кодированием. Ну, какие-то вот у нас такие необычные есть кейсы. Вот. И это очень здорово. Итак. Как начать работать с коммерческими проектами? Да, с чего начать? Как мы вообще туда заходим? Мы понимаем, что это отдельный рынок. Это свои сильные игроки. В коммерческом сегменте работают люди B2B. То есть работают компании для компаний. И у них есть уже какой-то большой штат, свои ресурсы. Там действуют несколько другие законы вообще бизнеса. И поэтому, чтобы начать заниматься, брать эффективно на себя коммерческие проекты, нужно вот... Дальше я расскажу, что нужно. С чего начать? Начинаем с небольших объектов, разумеется. То есть мы не берем сразу 2000 квадратных метров. Ну, наверное, это и так каждому понятно. Хотя у меня было не так. Я начала, там, первый офис у меня был для друга, я ему помогала. Это не считается. Он был маленький и простой. А второй офис у меня был 15 тысяч метров сразу. Ну, то есть это было экстремально. Это было очень, как сказать, очень сложно. Но, тем не менее, я это сделала. Но в таком формате начинать, конечно, это рискованно. Нужно обладать каким-то опытом и быть очень уверенным в себе. Очень хорошая схема, когда мы работаем для генпроектировщика. Потому что, когда строится какой-то объект, офис, ресторан, я не знаю, что ли, любой объект, то там есть всегда генподрядчик и генпроектировщик. То есть тот, кто для заказчика является службой одного окна. И вы можете зайти на проект в составе этой организации. Это путь продвижения, которым я пользуюсь сейчас очень активно до сих пор. То есть все время своей работы над коммерческими проектами. Я продвигаюсь через партнеров, которые являются генподрядчиками. То есть мы с ними договариваемся, что когда у них приходит какой-то заказчик, объект, они приглашают меня, мы встречаемся с клиентом, и я захожу и работаю под их штампом в составе большой организации. Таким образом, я могу брать огромные проекты, спокойно их сама вести, и при этом я защищена юридически и какими-то ресурсами. То есть мне не приходится перед клиентом доказывать, что я вот одиночка, и я все сделаю. У меня там пять сотрудников сидит в архитектурном бюро. И порой для крупных компаний это не тот имидж, который они хотят видеть. Но тем не менее делать это можно, и мы это делаем. Ну и, конечно, путь дальнейший – это развить компанию, нанять специалистов. Это то, что сделал Игорь Беляев, это то, что делаю я. У меня компания поменьше сейчас, но тем не менее это работает. Точно так же мы собираем штат людей, они у нас сидят и занимаются конкретно коммерческими проектами, и уже по каждому направлению у нас есть свой специалист потихонечку в штате. Это уже большой долгий путь. Не факт, что всем он вам нужен. Я сегодня буду говорить в большей степени о маленьком формате, как в маленьком формате работать с большими компаниями. Поднимите руку, кто из вас предоставляет услуги дизайна интерьера. Кто из вас представляет компанию? Смотрите, на самом деле рук должно быть одинаково. Если вы предоставляете услуги дизайна на рынке, то вы уже компания. Даже если вы один человек, который сам пришел и сам же делает чертежи, визуализацию, концепцию, сам делает комплектацию, сам является курьером в своей компании, возит какие-нибудь образцы на объект. Сам, 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 все один. Такой формат тоже есть. Тем не менее вы все равно компания. У вас есть весь спектр услуг полный. И вы их клиенту предлагаете. Прежде всего, чтобы работать в коммерческом сегменте, вы должны позиционировать себя как компания. У вас должны быть там все атрибуты компании. Я не буду там рассказывать сайты, визитки и прочие истории. Это понятно, это обязательно. В корпоративном сегменте, приходя в компанию, мы приходим как владелец бизнеса к владельцу бизнеса. Что важно для компаний? Что должно быть у вас? Что для них будет являться определяющим фактором? Это юридическое лицо. То есть мы все понимаем, что без юрлица, да, вы можете заключить с генподрядчиком договор найма, что он вас нанял в штат, да, но это не всегда возможно. И тогда, когда это невозможно, вы просто из-за этого не получите заказ. Потому что без юрлица приходить на коммерческий проект, это, ну, несерьезно. Очень часто это будут препятствия. Разумеется, это портфолио, да, не обязательно оно должно быть полностью, да, состоять. Если у вас нет такого, например, полностью состоящего из коммерческих проектов, вы можете из своих жилых объектов и взять какие-то вот зоны, которые наиболее такие, да, похожи, скажем так, какие-то, ну, то есть не ставить в это портфолио, там, я не знаю, домашние постирочные или детские комнаты, да, а взять и просто показать, что вы умеете делать красивые, качественные интерьеры, которые могут приходить люди, скажем так. То есть меньше спален, больше каких-то общих зон. Компании, с которыми вы работали, да, это является всегда хорошим подспорьем. Плюс здесь важный такой момент. Я очень люблю дружить с нашими дорогими поставщиками услуг, компаниями, да, товаров на рынке дизайна. Вот сейчас для меня выставка Batimat в первую очередь это возможность нетворкинга с экспонентами. То есть это все мои клиенты. Каждый на этом стенде – это мой потенциальный клиент. Вот. И я здесь, и в прошлом году у меня был стенд на Batimat. Именно с этой целью я сюда приходила, чтобы среди них найти себе клиентов. И точно так же, когда вы общаетесь, у вас огромный круг общения с вашими поставщиками. Вы можете приходить к ним и просто говорить о том, что коллеги, а я вам могу построить классный шоу-рум. Вы же знаете, что я дизайнер. А дизайнер знает, что нужно другим дизайнерам. Я вам построю шоу-рум такой, что все к вам придут. Вот как мы построили для компании Юнг сейчас на ArtPlay и шоу-рум. И туда приходят дизайнеры с удовольствием, и вы тоже приходите. Вот. И это очень классный формат, когда они являются моим клиентом, а я являюсь их клиентом. Я у них покупаю продукцию, да, их розетки-выключатели замечательные. Они нанимают меня как дизайнера. Просто это предлагайте. Да, это должна быть четкая стоимость проекта, срок выполнения. И все это входит на самом деле в качество коммуникации, потому что, когда вы приходите, вы уже не можете в компании сказать, ну, я там подумаю, сколько примерно это будет стоить. У вас должна быть четкая система расчетов. Вы говорите, да, всю информацию принял, коммерческое предложение направлю завтра до 11 утра. Например. То есть четкость должна быть. Всегда вы должны быть на шаг впереди клиента в том, чтобы предсказывать, что будет дальше. Он должен от вас постоянно слышать следующий шаг. А теперь давайте договоримся о следующей встрече. На следующей неделе, это может быть среда, четверг или пятница. Выберите удобное для вас время. То есть мы говорим конкретно, сразу предвосхищая его вопросы. Мы не ждем, пока он нас спросит. Как в частном сегменте бывает так, что мы сидим и с клиентом беседуем просто. А что у нас сет? Ой, как замечательно. Вот с коммерческими проектами, общаясь с представителями компаний, так не пойдет. Нужно все говорить четко. И лучше всего сразу озвучить состав своей команды. Если она у вас есть, даже если у вас люди работают на аутсорсе, то вы сразу говорите клиенту, что над вашим проектом будет работать команда из трех человек, например. Это визуализатор, чертежник, и я ведущий архитектор проекта или дизайнер. И это уже дает какое-то основание вам доверять. Упаковка. Поговорим немного про упаковку. В коммерческих интерьерах это очень-очень важно. Ваша компания должна быть упакована. Сайт, визитки, альбом с портфолио обязательно должен быть напечатан. Это нужно для того, чтобы вы могли его привести на встречу с клиентом и в случае необходимости оставить его для передачи какому-то лицу, который принимает решение о вашем найме. Потому что не всегда с вами будет общаться именно то лицо, принимающее решение. Иногда на первом этапе это может быть какой-то его представитель. Дальше об этом расскажу. Конечно, это оформление переписки. То есть первое, что нужно сделать, это в своей почте проверить, что у вас в подписи все указано, все ваши контактные данные. Желательно там иметь ссылки на соцсети, все приличные, которые вы хотите транслировать. Обязательно сайт, обязательно телефон. Все, чтобы у вас четко можно было сразу найти вашу должность, кто вы такой. И, естественно, какая-то подпись там. И сотрудники также могут являться частью упаковки. То есть если у вас есть офис, если здесь сидят люди, и они сидят в каком-то приличном формате, куда вы можете пригласить клиента, это, конечно, тоже часть упаковки. Этика делового общения и дресс-код. Здесь я остановлюсь на таком моменте, что у меня очень здорово изменилось, формат вообще изменился. Мы вообще не с клиентами. После того, как я обратилась к стилисту за помощью, и именно вот этот деловой гардероб, деловой стиль выстраивала вместе со стилистом. И тот формат, ну, то есть там очень много нюансов, о которых я не знала раньше, да, когда мы планировали всю эту работу, и я пришла, и я просто многим вещам была удивлена. И теперь я уже делаю совершенно по-другому и собираюсь на встречи иначе. Вот. И это стало действительно более эффективно. То есть в первую очередь я себя чувствую по-другому, когда я прихожу в офис крупной компании, да, и там есть определенный тоже деловой этикет внутри компании. И я не чувствую себя ни в своей тарелке, несмотря на то, что я свободный, так сказать, художник, да, я владелец архитектурного бюро, но я не работала никогда в такой крупной компании и не хочу работать в такой крупной компании, несмотря на то, что я строю для них офисы. Сама сидеть в таком муравейнике я бы не хотела. Вот. И, но тем не менее, мы должны с ними, мы должны найти взаимопонимание. Мы должны по формату входить уверенно в это здание и понимать, что мы вообще здесь делаем, какое место мы занимаем, что мы приглашенный специалист, который здесь нужен и который знает проблемы этой компании и может их решить, может ей помочь. В то же время и выглядеть нужно так же, да, соответственно, что я здесь, я свой. Я не пришла с улицы, там у меня просто есть мотоцикл, я приезжаю иногда в шлеме, вот. И как бы вот мне тоже стоило научиться, был такой момент, да, нужно было научиться как-то что-то делать с волосами, чтобы это все вот не было в таком помятом формате. На самом деле все это реально очень важно. Когда вы приезжаете в компанию, сразу вас просто могут не заключить с вами договор, просто по причине того, что вы не внушили доверие, да, кому-то из сотрудников. Первые шаги. Это, кстати, вот один из наших необычных проектов. Это в Риге база по обслуживанию бизнес-джетов, самолетов, такие ангары. Вот мы проектировали, очень интересно было. Будьте готовы начать работу до заключения договора. Это называется предпроектная работа. Кто из вас этим занимается? Поднимите руку. Немного, да, но так не все. Вот если клиент в частном секторе просит нас, пожалуйста, давайте вы мне нарисуйте планировочки, я посмотрю, как у вас получится, а потом подумаю, заключать ли с вами договор. Скорее всего мы откажем, да, правда же? Вот, а вот в коммерческом секторе не так. То есть приходит компания, ну вот я говорю, как есть у меня. Если я прихожу в компанию, там, крупную какую-то, да, там, банк большой, огромный, и мне говорят, давайте вы нам сделаете концепцию, там, через неделю, сделаем презентацию для нашего, там, коммерческого директора, если им понравится, все нормально. В первую очередь я даю им коммерческое предложение на свою работу, на всю, на весь проект. Если они одобряют коммерческое предложение, да, что мы в дальнейшем, в принципе, с ними сойдемся, то я спокойно берусь и делаю эту предпроектную работу. Я выделяю ресурсы, свое время или время сотрудников, ну, это просто обычный способ получения заказа в коммерческой недвижимости. Это, ну, в принципе, норма. Вот. Есть такое, конечно, мнение спорное, да, что такие действия, они как-то вредят рынку, да, что это печально, что мы вообще, в принципе, вынуждены этим заниматься. Но, тем не менее, здесь все зависит от… Вы должны чувствовать сами, да, вот этот момент, когда вас начинают просто эксплуатировать, да, еще ничего вам не дав. А когда действительно это необходимо, чтобы донести руководству вот то, что вы будете вообще там делать. Вот. И здесь очень важен фактор доверия компании, да, то есть если у вас с ней какая-то история отношений, откуда, как вас, насколько горячо вас рекомендовали, то есть вы должны оценить свои шансы. Если это там тендер из 10 компаний, наверное, будет сложновато, хотя мы часто выигрываем тендеры. Вот наша компания, у нас как-то получается это хорошо. Еще есть одна такая особенность. Есть огромное проектное бюро, которое строит офисы, общественные зоны, там рестораны и за все что угодно, отели огромные. У них сидит в штате там по 100, 200, 300 человек. И эти компании выигрывают тендеры раз в пять, наверное, реже, чем я. И это, но у них этих тендеров огромных, то есть если брать в процентах, да, то есть они выигрывают, допустим, 20% тендеров там, ну или там, не знаю, наоборот, да, они 5%, а я там, не знаю, там, они 5-10, у меня там, допустим, 40-60. Ну, то есть примерно, да, я говорю. Но количество тендеров, в которых они участвуют, намного-намного больше. То есть по количеству, может быть, они и впереди. И плюс у них, конечно, цена. То есть очень часто тендеры просто ценой также выигрываются. Вот, и поэтому как бы предпроектная работа, это тоже самое наше преимущество нас, маленьких компаний, которые могут чем-то быть на рынке сильнее. Конечно, перед тем, как приходить в компанию, что-то предлагать, изучите их продукт, изучите их историю, да, это все есть на сайте. Можно все это погуглить, посмотреть. Это обязательно. И если вы приходите в компанию и озвучиваете какие-то факты о них и говорите, что, ну, как пример, да, вот подойдете вы на стенд, если у вас есть какая-то компания, в которой вы лояльны. Например, вы покупаете двери компании свое, да, давно, например. Несколько заказов у них сделали. Пришли к ним и говорите, господа, я слышал, что вы хотите построить новый шоу-рум. Ну, гипотетически. Вот, и говорите о том, что вот ваша компания, у вас там то-то, то-то, у вас такой-то новый продукт, а давайте на основе его раскруйте вот такую историю, сделаем, вот покажите мне это здание, где вы это собираетесь делать, покажите мне это помещение. То есть вы уже приходите с каким-то разговором, зная их продукт, говоря с ними на одном языке. И очень важно, ну, вот мне, например, очень важно, чтобы мне продукт понравился. Да, я, ну, не то, чтобы я откажусь, но хотя есть вероятность, что я, наверное, откажусь. Мне просто не приходили пока компании, которые делают какое-нибудь там, не знаю, непотребство производят, ну, какие-нибудь там, не знаю, табачные компании, наверное, я откажусь работать. То есть мне должен быть симпатичен продукт, и в принципе, в целом, вся политика компании, как они работают. Вот. Поэтому я всегда его изучаю, я всегда прихожу и доношу до клиента ту эмоциональную составляющую, которая у меня возникла в этот момент, да, когда я стала изучать, потому что, ну, действительно, вот это, например, у нас был офис в Егорьевске, это Landman & Unibake, эта компания производит булочки. Вот. Ну, хлеб, в общем, хлеб-завод. Это европейская компания, там несколько стран, у нас там были заказчики финны, которые с нами работали. Интереснейшая работа, потому что заказчики европейцы, ну, как бы представители, да, технодзора, европейцы, они прям на таком финском, английском, очень сложно было с ними общаться, они делали вид, что по-русски не понимают, потом мы узнали, что все они нормально знают, просто как бы такая у них политика. Вот. И при этом завод находится в Егорьевске, 400 километров от Москвы, и люди, которые работают на заводе, это совершенно, они настолько вообще далеки от этой всей европейской культуры, то есть они просто работяги, которые в своем родном Егорьевске ходят на работу на завод. Вот. И вот этот диссонанс, да, и вот этот продукт, который они производят, да, это хлеб. Ну, это был очень интересный, колоритный такой офис, и с ними было интересно работать. Мы всегда приходили, всегда шутили, что где булочки, дайте нам булочек, потому что в офисе, конечно, булочек не было, вот, а нам хотелось попробовать их. Потом нам принесли. Структура работы, да, вы должны предложить ее самостоятельно. Обязательно на первой встрече будьте готовы предоставить вот четко, у вас прямо в договоре, это, ну, наверное, у всех есть, да, в договоре этапы работы, что мы делаем. Вот в коммерческом проекте очень важно рассказать, именно каждый этап, четко проговорить, будет вот это, 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 прямо озвучить словами, обязательно, как будет строиться работа, потому что сотрудники эту информацию друг другу передают, лучше всего даже в письменном виде, это обязательно должно быть. Техническое задание. Вот здесь момент какой, об этом говорил немного Игорь, да, будьте готовы клиенту помочь составить техническое задание. Мы несколько раз выигрывали тендеры с помощью этой фишки. Например, мы приходим, вот есть тендер на офис какой-то, да, мы приходим, нам говорят, ну, смотрите, у нас офис тысячи метров, там вот такая-то компания занимается тем-то. Ну, примерно вот так вот у нас будет тут рассадка, вот у нас есть в старом офисе рассадка, вот мы примерно хотим перенести ее сюда. И мы начинаем логично задавать им вопросы, да, а где будет там, сколько нужно мест приема пищи, а как люди там, потоки людей проходят, кто где работает, какие к ним там приходят люди. Ну, то есть начинаем задавать вопросы, и очень часто мы не получаем на них полного ответа, потому что люди еще просто этого не знают, они еще не определились, они еще даже сами не знают, с чем им придется столкнуться, очень часто сотрудники. И вот если в этот момент на этапе выбора подрядчика, то есть нас, они сами еще не знают, что, они как бы всем говорят, пойдите туда, не знаю куда. И вы приходите и говорите, а давайте я вам помогу написать ТЗ. Вы задаете вопросы, вытягиваете из них всю информацию о компании, которая важна для принятия этих решений, ключевых, на которых строится интерьер. Вы все это записываете, анализируете, и вы даете им в текстовом виде, возможно, даже с каким-то эскизным планом, вы даете им, по сути, ТЗ на проектирование их офиса, которые вы бы дали сами себе, чтобы этот офис был хорошим. И здесь вы получаете дополнительное преимущество в виде продающей консультации, когда вы своему клиенту рассказываете, смотрите, здесь у вас такие-то сотрудники, наверное, в ваш отдел маркетинга часто все звонят по телефону, ходят там общаться. Вот у них есть руководители, они должны взаимодействовать, поэтому сидеть они будут вот так. Здесь нужна принтерная, потому что здесь отдел рекламы. Здесь бухгалтерии, им нужно много хранения. То есть вы уже знаете, и предполагая какие-то вещи или узнав от них, вы выстраиваете им логику их вообще офиса, всего, вы показываете свой профессионализм, и в то же время вы говорите им о том, что вы не навязываетесь, вы им помогаете сделать ТЗ и говорите, давайте вы это ТЗ разошлете остальным сыскателям, я не против. То есть другие уже будут работать по вашему ТЗ, давать свое коммерческое предложение и так далее. И клиент увидит, что вы ему что-то дали, он к вам проникнется и увидит, что вам действительно не все равно, какой будет результат. Потому что если в этот момент вы бы ему сказали, ну тут мало информации, приходите, когда у вас будет все сформировано, конечно, вряд ли вы тогда заключите договор. А если вы понимаете, что у него этой информации просто у самого пока нет, и вы можете ему с этим помочь, то это ваше преимущество. Это, здесь картинка не случайная, это тоже мой коммерческий проект, это пещера для клаустрофобии, квест. Определите и зафиксируйте список лиц, принимающих решения. Это нужно делать всегда, также и в частном проектировании обязательно. Но в компаниях без этого вообще никуда. То есть на первую встречу, когда вы уже начинаете работу, вы уже, допустим, договорились и заключили договор, или на стадии заключения, вы спрашиваете, кто будет принимать решение, с кем мы согласовываем дизайн. Давайте распишем список всех этих лиц, то есть руководителей всех отделов. Это может быть там, ну сейчас поговорим про этих отдельно людей, про их должности. Здесь важно сразу задать этот вопрос, в письменном виде это зафиксировать, сказать, что если есть какие-то ключевые люди, то давайте сразу их пригласим, чтобы они сейчас на этапе там согласования планировки были, обязательно присутствовали и зафиксировали, что все в порядке. Потому что если вы проделаете большую работу, а потом окажется, что директору это не понравилось, а он был в отпуске в это время или где-то еще, то здесь вы не просто рискуете срывом сроков, а как бы вообще просто весь проект пойдет прахом, потому что в коммерческих объектах нет времени на какие-то переделки, там вообще нет времени, там есть арендные каникулы и все. То есть здесь нельзя себе позволить допустить такую ошибку, не спросить, кто ЛПР. Какие разделы должны быть в проекте? Ну так основные я написала, конечно, и гораздо больше, бывает разных, но эти должны быть обязательно. Когда вы приходите к клиенту, если вы занимаетесь только разделом АЭР, да, или АИ, как называется правильно наш раздел интерьерный, да, то вы должны задать вопрос, кто делает все остальное, потому что, ну, вряд ли в коммерческом сегменте клиент будет думать, что вы будете ему делать раздел там СКУД или какую-нибудь пожарную безопасность, но вы должны ему озвучить, что эти разделы обязательно должны быть для эффективной реализации проекта, что вам для работы над вашим разделом АЭР, все они тоже будут нужны, потому что это нельзя делать все в отрыве друг от друга, и вы должны сразу договориться о том, что в какой момент появятся проектировщики по этим разделам, кто это будет вообще, какую компанию они представляют, одна компания или это разные компании, и в каком там формате они работают, допустим, ДВГ, и как мы все это будем вместе увязывать, потому что увязывать вместе эти разделы, это работа архитектора. У нас в проекте есть совмещенный план потолков, обязательно, да, то есть, не знаю, в жилье иногда его не делают, хотя это влечет за собой, конечно, ошибки. У нас вот у Евгения Тюрина скоро будет лекция на тему вентиляции, кондиционирования для дизайнеров, вот мега полезная вот эта вся информация о том, как сделать так, чтобы у нас на потолке светильник не зашел на какую-нибудь решетку, да, и мы потом вообще не знали, что с этим делать. Вот спасение от этого в коммерческих проектах это совмещенный план потолка, вот, и он как раз делается совместно со всеми этими товарищами, да, план отделки там, дверей, да, обязательно система контроля доступа должна быть учтена, потому что, да, вот карточки, куда мы прикладываем, потому что потом поставить на дверь существующую, установить скуд, это иногда бывает вообще невозможно, иногда это бывает крайне сложно и очень колхозно, то есть вам приходится раздраконивать за ту дверь, как-то там сверху какие-то накладные элементы лепить, то есть показателем вашего профессионализма будет тот момент, когда вы придете и спросите про все эти разделы, обязательно. Потому что одно без другого быть не может. Об этом говорил Игорь Беляев, не буду повторяться, четко разграничивайте зоны ответственности между подрядчиками. Это тоже, ну, просто со своей стороны за этим должны следить. Главное, на себя не брать функции каких-то еще других подрядчиков, это очень важно. Особенно не берите на себя функцию плана эвакуации выпустить, например, да, клиенты часто просят. Ну, вы же можете начертить план эвакуации? Вы можете? Кто из вас может? Поднимите руку. Не имеете права, не имеете права, не берите никогда, не подписывайтесь, не делайте. Это отдельное ПБ, это делают только определенные компании с определенными лицензиями на эти работы. Инженерное обследование помещений. Когда вы озвучиваете сроки проектных работ, еще ладно, когда вы озвучиваете сроки строительных работ, это вообще ни в коем случае, даже рот открывать нельзя, чтобы это сказать, пока вы не получили представление об инженерных системах на объекте. Да, потому что они могут затянуть сроки колоссально. Если у заказчика есть представление о том, что там, ну, здесь вот этот ремонт, все вот это вот сделает быстро, а потом окажется, что там всю систему вентиляции надо там с нуля прокладывать, и это все заказные позиции, да, то, конечно, все это растянется. И обязательно нужно сразу спросить про исполнительную документацию. Какая у него есть исполнительная документация? С исполнительной документацией история такая. Ну, все же знают, что это такое, да? Кто не знает, что такое исполнительная документация? Смелее. Да. Вот, исполнительная документация – это то, то есть рабочий проект – это то, чем руководствуются строители, когда строят. Исполнительный проект – это то, что построено по факту. То есть в конце, когда вы все уже сделали, каждый подрядчик проходит по объекту и фиксирует все отличия относительно изначального рабочего проекта. Да, и вносит это в свой проект и выпускает новый альбом, который называется «ИДЭ» – исполнительная документация. Такая документация должна быть у заказчика на руках. Когда он получает, допустим, офис в аренду, ему управляющая компания может дать такой проект. Да, тот, кто его делал до этого, он его должен был за собой оставить, по-хорошему. Если вдруг его нет, или если вдруг, да, как бы об этом не идет речь, вы можете сказать о том, что вы в результате своей работы ему исполнительную выдадите. Я беру за исполнительную отдельные деньги, это где-то порядка 20% от проекта. То есть мы берем, делаем сначала проект, потом мы все строим, авторский надзор у нас проходит, все замечательно. В конце мы проходим по всему объекту, фиксируем все-все-все на потолке, где датчик передвинулся, где плитка не с того угла начала там выкладываться. То есть абсолютно все, что изменилось, где-то плинтус другой, где-то, я не знаю, там, ну что-то поменялось, да, где-то панели какие-то там решили не ставить, еще что-то. Вот, розетки, перенос, опять же, все это фиксируем обязательно в исполнительный и выдаем заказчику. И мы говорим о том, что это вам нужно для дальнейшей эксплуатации объекта. Это просто очень удобно, это понадобится вам в будущем. Нужно обязательно подготовить шаблон проекта. Я работаю в автокаде, да, сейчас, возможно, будет ревит, думаю об этом. Вот, но у вас, конечно, должен быть шаблон проекта со всеми слоями, где прописаны, ну, чтобы вы могли большой объект вообще, в принципе, потянуть. Потому что без такого шаблона большой объект, особенно вот когда вы в общем поле проектируете, да, в модели копируете вот эти листы, если у вас с квартиры это прокатывает, то с офисом там тысяч метров это вообще никак не прокатит. То есть вы в любом случае где-то очень сильно накосячите, поэтому обязательно нужно заморочиться, сесть, сделать шаблон один, один раз прописать все слои. И вот мы работаем так, что у нас все в слоях, и мы открываем прямо лист, и в листе редактируем свой раздел. Вот. Сроки, да, мы все понимаем, что в коммерческих проектах сроки это очень важно, это очень всегда грустно, и все всегда очень из-за этого в стрессе находятся, как и Игорь рассказывал с этой историей. У нас это все точно так же. И тут есть такой момент, что есть арендные каникулы, и как только проходят сроки, то компания начинает просто терять деньги. И варианта по этим срокам как-то отложиться, да, его просто нет. Вот. Поэтому здесь, ну, это, конечно, мега важная, очень важная вообще вещь. Я бы даже сказала, вот, очень важная. Это просто вы должны сразу, приходя к клиенту, сразу ему донести, что какие-то из его задач, возможно, слишком амбициозны по времени, да, себе обязательно возьмите запас. Это моя тоже боль такая, конечно же, да. То есть обязательно нужен запас на эти сроки, чтобы уложиться, чтобы компания, ну, потому что расходы, которые несет компания при переносе вот этих сроков переезда, они могут быть огромные. Они сразу там идут на миллионы, реально. Вот. И к этому нужно относиться очень серьезно. Что мы можем предложить дополнительно нашим клиентам, чтобы повысить свою ценность на рынке? Исполнительная документация, как я уже сказала. Документы для согласования перепланировки, да, потому что, скорее всего, управляющая компания потребует от них, да, бизнес-центр, потребует от них, чтобы планировка была согласована. И проект размещения элементов фирменного стиля. Вот у нас он очень хорошо оформлен, он достаточно подробный, он представляет собой техническое задание для рекламно-производственной компании. И, конечно, клиенты очень радуются, потому что мы приходим и сразу об этом говорим, что вот это у нас входит в проект, это у нас, мы не продаем это отдельно, да, это прям входит. И мы говорим, что обязательно без вашего фирменного стиля, в принципе, офис существовать не может. Даже в компаниях, которые придерживаются политики, что, ну, такой, скажем так, не обязательно, да, размещать везде свой логотип. Вот я недавно делала такой офис, большой, замечательный, но компания, ну, мне просто генеральный директор сказал, что все и так знают, где мы работаем. Нам это не нужно. Среди сотрудников вот это вот везде нашу айдентику, да, в отличие от клиентских офисов, куда люди приходят. Тем не менее, все равно элементы фирменного стиля, это таблички там с номерами комнат, да, это какая-то навигация. Переходим к навигации. Это тоже можно предлагать и обязательно нужно предлагать. Единственное, что не берите на себя разработку графической части, да, этой навигации. То есть вы можете предложить, как она будет выглядеть, эта навигация, из чего будут сделаны эти таблички, в каком там размере и в каком материале они будут изготовлены, да, но в каком стиле. Но ни в коем случае не берите, не садитесь за компьютер в фотошопе рисовать эти таблички, если вы не графический дизайнер, да, потому что, конечно, это отдельная работа, отдельная профессия. Также можем предложить оформление входной зоны, да, какой-то логотип, помочь с размещением, там, облагородить как-то бывает, да, иногда там урну поставить, скамеечку, вывеску, там, ну, что-то такое. Если мы это предлагаем, это тоже говорит о нашем комплексном подходе. Расставить старую мебель, это прям, клиенты, в принципе, делают так, когда я им предлагаю, я говорю, так, ну что, что у нас переезжает из старого офиса? Давайте, вы мне, значит, это все обмеряете, а я это на плане расставляю. И они сразу понимают, что у меня нет задачи их развести на деньги, что давайте купим все новое. Конечно, мы дизайнеры всегда радуемся, когда заказчик хочет купить всю мебель с нуля по нашему проекту. Но если мы говорим о том, что давайте мы посмотрим, что у вас есть, давайте мы оценим эту мебель на предмет того, можно ли ее использовать в новом офисе, а как она впишется. Мы можем ее поставить на визуализацию точно так же. Единственное, что я не занимаюсь обмерами старой мебели, то есть я прошу это сделать сотрудников компании, клиента, но эту информацию принимаю и использую, конечно же, в целях оптимизации и снижения расходов. И рассадка по фамилиям. Это тоже очень важный момент, когда мы делаем офис проект, большая компания, и люди начинают обсуждать, кто где будет сидеть и как. Вот я вам рекомендую сразу предложить, давайте на плане напишем фамилии, кто где сидит. Так реально будет проще согласовывать. У вас согласование пройдет гораздо быстрее. Они смогут их сами там менять, ну, то есть они возьмут, распечатают, зачеркнут фамилию, напишут другую, вы потом внесете это в проект. Это намного упрощает работу с сотрудниками, потому что сразу визуально понятно. И к тому же вы знакомитесь тоже с составом компании, и это тоже здорово, когда вы работаете. Я уже реально к концу каждого проекта всех знаю по фамилиям, кто где, всех уже помню наизусть, если лично не знакомо. Будьте директором, да, то есть работая с компаниями, работая как компания, вы должны в первую очередь вести себя как директор и брать на себя ответственность как директор компании. То есть здесь ни в коем случае не может быть никаких причин, почему что-то не сделано, потому что ваши сотрудники что-то там, да, всегда вы, всегда я директор, я решаю вопрос. Если какой-то вдруг перенос или что-то не получается, да, вы звоните заранее и говорите, ну, насколько возможно заранее, как только вы понимаете, что что-то не успеваете, не получается, вы звоните и говорите, так, у нас вот есть такая задержка, мы приносим извинения, мы готовы в такой-то срок ее, ну, устранить, да, все доделать. Вот, и конкретно уже обсуждайте, насколько это приемлемо, какие есть варианты, как и зато выходить. То есть здесь нужно будет несколько более ответственный подход к проекту с точки зрения того, что от вас требуется лично, как от руководителя. вот, поговорим про сотрудников компании, с которой мы работаем. Это наш клиент компании, да, у нее в составе этой компании, если она большая, то обычно есть все эти люди, да, есть генеральный директор, с ним мы можем там, ну, сейчас подробнее про них расскажу. Ответственный за проект, да, это человек, который будет с нами взаимодействовать больше всего и так далее. пошли все эти люди, давайте про них поговорим. Директор генеральный, да, конечно, вам придется подстраиваться под его график, здесь ничего не поделаешь и вы сразу должны задавать вопрос свой, допустим, по времени встречи, исходя из того, когда он может, да, если это крупная компания, а вы директор небольшого бюро, то подстройтесь, будьте добры под него. Вы по возможности я стараюсь как можно больше общаться с генеральным директором, но, естественно, не просто так, без необходимости его дергать, а какие-то ключевые решения стараюсь обсуждать с ним коротко, быстро, четко, по делу, все, но, по крайней мере, чтобы с ним был контакт какой-то. Всегда нужно чувствовать баланс, когда нужно его ставить в копию писем, а когда не нужно. Я это делаю не так часто, то есть, чаще всего генеральный директор не участвует в линейном обсуждении каких-то вопросов. Всегда нужно предлагать ему какие-то варианты, да, то есть, не просто вы говорите вот так, потому что он чаще всего последняя инстанция согласования, и оставляйте себе место для отступления, да, когда вы предлагаете ему что-то, вы говорите, можем сделать вот так, можем сделать вот так, то есть, чтобы он понимал, что у вас есть еще варианты, вот, и очень важно следить, когда он начинает сомневаться, да, потому что это момент такой, вы должны сразу напрямую спросить смело, открыто, что вас что-то смущает, давайте разберемся в этом, или там, давайте сейчас пройдемся по всем пунктам проекта и проверим, что мы находимся в рамках вашей задачи, что все, все вовремя, все так, как надо, все соответствует вашим ожиданиям, да, то есть, нужно это озвучивать и максимально его выводить на этот разговор, чтобы вот эти вот сомнения, которые вы увидели, не оставались, да, и не обернулись для вас потом последствиями. Ответственность за проект, это обычно, я почему его так, должность, как бы, его должность неизвестна, да, это иногда может быть коммерческий директор, это может быть какой-нибудь помощник личный, это может быть секретарь, то есть, тот человек, которому сказали, ты отвечаешь за ремонт, общайся с дизайнерами, общайся там со строителями, со всеми, бегай, общайся, то есть, он не принимает окончательного решения, но он является менеджером со стороны компании-заказчика, вот, и как правило, мы заметили, что на эту работу в компании ставят обычно самого заинтересованного, самого замотивированного, искренне болеющего за компанию сотрудника, это может быть директор административный, да, сейчас тоже отдельно про них поговорим, то есть, как правило, это тот сотрудник, которого реально волнует судьба компании, который общается со всеми остальными сотрудниками, и тогда он с этой задачей справляется эффективно, и нам очень приятно работать всегда с такими людьми, потому что мы с ними выстраиваем долгосрочные отношения, мы с ними дружим, и обычно потом как-то еще продолжаем общаться, его нужно всегда держать в курсе всего, оставить всегда в копию, вот, и в самом начале нужно найти к нему, конечно, подход, да, то есть, вы на одной стороне, если вы с этим человеком не подружитесь, то у вас все будет наперекосяк, и очень вероятно, что вы не дойдете до конца проекта, вот, и также нужно, чтобы у него было всегда четкое понимание процесса, потому что, когда его спрашивает руководитель, а он на вас стрелки переводит, это плохо, он должен говорить сейчас и так такой-то, идет, я узнаю, как там дела. Так, секретари-помощники, это такой, немножко опасный вид сотрудников в компании, потому что, вот у меня недавно совершенно была такая проблема с человеком, вот, секретарем, да, то есть, если не складываются с ним отношения, то и он может влиять на мнение своего руководителя, это реально там правая рука и очень важно с ним также найти общий язык, даже если вам кажется, что это просто секретарша и она вообще ничего не решает. Как правило, это заблуждение и оно иногда оборачивается очень серьезными последствиями. Постарайтесь не обсуждать проектные решения с секретарем, да, но, тем не менее, чтобы ему было приятно, вы можете иногда спросить у него совета. Допустим, вы ждете руководителя в приемной, показываете ему проект, подходите, говорите там, Елена, посмотрите, пожалуйста, вот, вы же знаете своего руководителя, вот, вот два варианта у нас есть, как вы думаете, вот, на ваш взгляд, какой лучше подходит? И человек сразу чувствует свою значимость, естественно, вы это никак не принимаете к сведению эту информацию, но это такая фишечка, которая может помочь. Не болтайте, вот, при этом человеке лучше не говорить лишнего, не разговаривать по телефону, не обсуждать вот просто ничего, потому что сплетни среди секретарей, это просто страшное дело. Всегда держать в курсе график, обязательно. И, когда вы отвечаете на письма, это тоже такое, как сказать, минное поле, да, когда секретарь написал вам письмо, допустим, там, ну, с каким-то вопросом, там, а вот у нас здесь возникла такая ситуация, пришел какой-то сотрудник, и спрашивает там у вас. Если вы не можете ответить, сразу ответьте там, здравствуйте, информацию принял, отвечу в течение 40 минут, или там, ну, то есть какой-то конкретный ответ должен поступить, потому что, когда вы молчите, это часовая бомба, то есть там могут уже какие-то события разворачиваться, уже про вас кому-то рассказали, уже что-то, что-то уже происходит, все стоят на ушах. Вот так это бывает. Технадзор, это то, о чем говорил Игорь, да, как правило, это, ну, какой-то человек, он может быть представителем либо строительной компании, генподрядчика, либо он может быть представителем заказчика. Да, технадзор от заказчика, когда он есть, это замечательно, потому что он позволяет контролировать строителей как бы извне. Вот. С технадзором надо сразу начать общаться и понять, насколько он грамотный, потому что компания может думать, что у них есть такой сотрудник, который за это может отвечать, а у него может просто не быть соответствующей квалификации. Вот. Ему нужно обязательно на руки выдавать всю документацию, последнюю, и что очень важно, желательно забирать у него старую документацию. То есть, когда вы выдаёте новую, старую, берёте и уносите. Прям вырываете. Вот. С боем. Вот. Обязательно технадзор должен присутствовать на всех совещаниях, где обсуждается стройка, где принимаются какие-то решения. Без него это будет просто... Ну, потом могут тоже быть проблемы из-за того, что он был не в курсе чего-то, потом пришёл, и что-то приходится переделывать. Это деньги, это нервы и так далее. Вот. И если вы в чём-то сомневаетесь, хоть в чём-то, хоть чуть-чуть, лучше позвоните ему и спросите, какой технический момент, а можем мы здесь там без плинтуса оставить вот это место, а можем мы вот так вот стык выполнить, а здесь может быть вот так... Ну, то есть, вот такие вопросы технические лучше спросить. Административно-хозяйственный директор или отдел АХО. Это очень важный отдел для нас с вами, потому что часто это те люди, которые принимают решение о том, чтобы нас нанять. Очень часто руководители ставят задачу сотрудникам АХО найти дизайнера. Ну, такое бывает. Вот. Поэтому учитесь выстраивать с ними отношения, общаться с этими людьми. По сути, это офис-менеджер, да, ну, если проще говорить. Но он работает в составе большой компании, и он отвечает там и за эксплуатацию здания, и за парковочные места, и за снабжение туалетной бумагой, и за печенье питания, и кухню, там, то есть, он занимается всем хозяйственным, все, все, что есть в компании. Он знает лично всех людей. Он реально знает всю компанию, каждого лично. Чаще всего так и бывает, потому что общается он со всеми, по всем этим бытовым вопросам. Его обязательно нужно привлекать на стадии планировки, когда вы планировку делаете, да, потому что он всех знает, он вам просто сразу все расскажет. Этот разговаривает по телефону, к этому приходят люди, этому отдельный кабинет, а этому отдельный кабинет, чтобы он видел всех остальных, а этому выход на лестницу, чтобы никто не видел, как он уходит. Он знает такие вещи, чаще всего только он, возможно, еще и чарт. Зоны хранения, да, потому что только административно-хозяйственный директор знает, сколько им нужно хранить запасных там каких-то штук для кофемашины, для принтера и бумага, где хранится и так далее. То есть, как это все удобно устроить. Советоваться обо всем, что касается людей, да, вот этих всех человеческих факторов. И его можно очень здорово использовать для связи с сотрудниками. Например, вы приходите и говорите, здравствуйте, там, мне нужен ваш, там, айтишник, или мне нужен, кто у вас в компании отвечает за размещение логотипа на входе, там, давайте вот, свяжите меня с отделом маркетинга. То есть, сразу вы можете одно контактное лицо и через него со всеми связываться. Это удобно, он всех знает. Отдел маркетинга, с ними нужно до работы, до начала вообще работы над дизайн-проектом, обязательно согласовать размещение элементов фирменного стиля. Особенно, если вы делаете шоу-рум или какое-то место, куда реально люди приходят с улицы клиенты. они должны быть в курсе, чтобы они потом не пришли и не повесили какие-нибудь жуткие там рекламные плакаты на всю вашу красоту. То есть, сразу с ними согласуйте, что они хотят там видеть, как вы это будете. Обязательно возьмите у них бренд-бук компании, да, то есть, там прописаны строгие правила, как можно использовать логотип, как нельзя, какие есть фирменные цвета, какие номера у этих цветов и так далее. То есть, там все, на самом деле, ваше руководство к действию. Вот. И обсудить с ними также потоки людей, кто куда идет, где, к чему мы хотим привлечь внимание. HR. Да, с HR мы работаем как раз на стадии планировки. Чаще всего, если это офис, допустим, да, то мы задаем ему такие вопросы. Где будут резервные места, где нужны, да, возможно, что вы хотите расширить на будущее компанию. Как люди перемещаются по этой вообще потоке людей, да, куда приходятся искатели новые, потому что это тоже важный момент, часто про это забывают, что в компании есть не только текущие сотрудники, но и те, кто придут на собеседование. Куда они должны прийти, как они проходят, через что они проходят, что они видят, да, пока идут. Потому что было вот интересно у нас разговор на конференцию OfficeBuild о том, как вообще, какие запросы сейчас у крупных компаний на офис, то есть зачем вообще, какая цель основная. И одна из основных целей – это борьба за кадры. То есть делается крутой офис, привлекательный, где будет приятно работать, полный комфорт, да, удобство, современный стиль, все красиво, ярко. Человек, который приходит устраиваться на работу, проводится по офису максимально длинным путем, чтобы он прошел через все там кофе-пойнты, кофе-брейки, кофе-шопы там и все, что там еще есть в этой компании, всякие игровые комнаты, там, зал, конференц, зоны отдыха, увидел, как ему здесь будет классно, вот, и попал в зону переговоров, там, мне кто-то недавно рассказывал, что в тапочках и в шортах вышел, руководитель проводить собеседование, то есть, немножко даже переборщили, стараются произвести впечатление, да, такое, что, ну, здесь работать приятно, и таким образом люди приходят на меньшую зарплату, и это, это деньги, то есть, компании просто потом отбивают офис с помощью кадров, которые у них работают за меньшие деньги ради таких классных условий, то есть, офис, он позволяет, вот это ваш продающий факт, да, для клиента, что офис позволяет вам понизить уровень зарплат и повысить уровень сотрудников, вот, и обсудить внешнюю, обсудить работу внешних сотрудников, да, то есть, бывают сотрудники сейчас в компаниях очень часто, которые работают удаленно, и надо понимать, как с ними происходит связь, приходят они или не приходят иногда, где-то, может быть, скайп нужен, связь, да, там видеоконференц-связь, да, обеспечить и так далее, вот это все к HR-у. Отдел IT, да, мы с ними согласовываем обязательно все розетки, особенно слаботочные системы, конечно, чтобы эффективно проектировать коммерческие проекты, вам во всей электрике слаботочных системах нужно начать потихоньку разбираться, то есть, уже какие-то порты, входы, выходы, провода и длину прокладки кабеля, допустимую, все это нужно знать, то есть, ну, когда вы общаетесь с IT-отделом, вы, конечно, можете, в принципе, прийти и все спросить у них подробно, да, если вы этого не знаете, то лучше расспросите очень подробно, а может ли быть здесь, там, на два рабочих места вот столько розеток, а какие устройства вы подключаете сюда и что вам для этого нужно, какие требования, то есть, сразу все обсудить, потому что потом штробить и заново прокладывать уже будет невозможно, вот, и очень важный момент, что отдел IT часто подбирает технику, вы не берите на себя ответственность подбор телевизора, подбор видеопроектора, это все должен делать местный IT-шник в компании, вот, и составлять техническое задание совместно, если есть какие-то элементы умного дома или видеоконференц-связь, службы безопасности, будьте готовы к тому, что вас проверят службы безопасности, вы должны предоставить о себе информацию, ваше юридическое лицо, что оно вообще там не арестованное, я не знаю, там нет каких-то проблем с законом, каких-то черных там строчек в резюме, скажем так, вот, и, но это только в начале, да, вас проверяют, все, если с вами заключили договор, значит там уже все в порядке, подрядчиков тоже проверяют, и когда вы приводите подрядчика какого-то, вы сразу с ним обсудите, сразу узнайте, допустим, нужно ли компания, чтобы ваш подрядчик, который потрясающе делает вам мебель в течение там 10 лет, нужно ли компания, чтобы у него вообще было юрлицо, там, НДСные обязательно, да, система налогообложения, иногда из-за этого вашего подрядчика просто не возьмут, а бывает еще так, что, например, у меня есть такой прекрасный подрядчик, он приходит и говорит, я говорю, слушай, там у меня компания, им нужно НДС, он говорит, да я сделаю, у меня там через знакомых, там, через компанию, мы сделаем НДС, счет выставим, все нормально, а потом начинают проверять эту компанию, и там оказывается вообще такое, то есть вот этот момент тоже иметь ввиду, я недавно с этим столкнулась, мне просто служба безопасности звонит, говорит, вы нам кого дали, я говорю, ну вы знаете, это не их юрлицо, это какая-то сторонняя компания, через которую они попросили заключить договор, и мы просто отказали, мне сказали, нет, мы с ними работать не будем, там какие-то были проблемы, реально, ну какое-то юрлицо с признаками мошенничества, скажем так, да, когда есть определенные, это уже им виднее, вот, поэтому лучше сразу это проговорить, чтобы себя избавить от этих ситуаций, вот, ну со службой безопасности надо согласовывать, там, видеонаблюдение, контроль доступа, домофоны и прочее, вот, и иногда они могут цены проверять, то есть мне вот тоже бывало, что звонит мне служба безопасности и говорит, что, а почему у вас такие дорогие, там, обои, или что-то, да, то есть начинают проверять, а что это я там накрутила, то есть иногда может быть и так, вот, в своем проекте, и нумерация помещений тоже обязательно с ними согласовывается, потому что они потом делают ключи и вот эту вот всю свою охранную систему строят на нумерации помещений, если вы пришли и всю нумерацию переделали и у них не спросили, то у вас потом могут быть неприятности, потому что они придут и скажут, а у нас так не пойдет, у нас там все выставлено уже, и мы не можем это менять, вот, и нужно с ними обязательно это делать вместе. Сметный отдел, бухгалтерия, просто я вам желаю удачи в общении с этими прекрасными людьми, все мы знаем, что это такое, да, и все мы их любим и понимаем, вот, очень принципиальные, консервативные, очень любят свои цветочки, которые нельзя уносить из кабинета ни в коем случае, а у них огромное количество шкафов, в общем, это такие отдельные люди, вот, что важно в работе с компаниями, да, очень важно быть гибкими, я считаю, что это одно из главных вообще преимуществ в моей работе, да, почему клиенты любят работать со мной, потому что я могу подстроиться под требования компании, под их стиль, под их стиль работы, под их потребности, вот, это очень важно сразу понимать и сразу показывать, если у вас это есть, то вы это демонстрируете, свою гибкость, быстрое принятие решений, да, то есть, чем быстрее вы принимаете решения, тем больше шансов, что выберут именно вас, и вас воспримут как уверенного специалиста, который знает, что делает, вот здесь это будет основным признаком того, что вы знаете, что делаете, так, и, о, ой, как это получилось, так, и, да, ладно, расскажу в конце, сейчас я свои, свои контакты включу, просто, чтобы они были, еще раз просмотрим быстренькую мою презентацию, и так, вот, мое любимое, почему классно работать с коммерческими проектами, да, потому что вашу работу видит не одна семья, которая в нем живет, а очень много людей приходит каждый день в ваш офис, в ваш ресторан, в ваш отель, и видят это все, фотографируются, делятся, это публикуется везде, там происходят какие-то мероприятия, и это реально потрясающе, это очень приятно, эти квесты в реальности, куда люди приходят за эмоциями, да, вы представляете, просто вот, насколько это большая отдача вообще от вашей работы, это очень круто, и ради этого я готова вот проходить все вот это, то, о чем я рассказывала, потому что это мое любимое в моей работе, вот, и вот здесь есть мой контакт, да, там есть инстаграм, почему-то телефон мой не отображают, ну ладно, не нужен вам мой телефон, зайдите в инстаграм, там есть, если что, кнопочку позвонить, вот, можете мне писать, если у вас есть какие-то вопросы, и по работе с компаниями, в принципе, у меня много всякой информации, если вдруг что-то у вас возникнет, если вы вдруг представитель компании, который хочет со мной поработать, пишите, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Вот, вопросы есть у вас? Да, я вижу, что есть вопросы, давайте коротко. Здравствуйте, еще раз, а скажите, пожалуйста, ценообразование проектов, вот, частный интерьер, понятно дело, там одна цена, и насколько там в процентном, например, соотношении уже она будет, естественно, ниже, например, у коммерческих объектов, и, ну, зависимость от площади, понятно, как вообще, для меня это проблема, и я не могу с ними как справиться. Смотрите, да, действительно, это важный момент, в коммерческих проектах площадь, ну, естественно, цена очень сильно зависит от площади, да, там, где мы делаем, там, офис 300 метров, там цена будет примерно как в жилом проекте, там, где мы делаем офис 600-1500, допустим, метров, там цена будет процентов там на 30 ниже, там, где уже пошло, там, я не знаю, вообще огромные площади, да, там, 5000 метров, там, ну, такие уже, да, серьезные, там будет цена уже, там, не знаю, в половину, наверное, ниже от жилого, где-то так, даже иногда бывает еще меньше, у нас стоимость проекта полного, начинается вот 700 рублей, если это большая площадь, да, ну, понятно, что там делаем, там, несколько тысяч, конечно, там уже цены другие, но очень важно, вот важный момент, клиенту дать две цены, я всегда даю две цены, у нас есть одна, это стоимость общих зон, которые, мы так называем, ну, дизайнерские зоны, это те зоны, где требуется разработка дизайна, подборка каких-то элементов декоративных, то есть там разработка идет все индивидуально этой зоны, да, и все остальные зоны есть рабочие зоны, допустим, мы берем кабинеты, у нас есть 500 метров кабинетов, все одинаковые, мы берем один кабинет, включаем его в дизайнерскую зону, потому что мы его один раз разрабатываем, все остальное типовое, просто как в нем, вот, и остальное все идет по более, ну, по более низкой цене, потому что там уже не будет визуализации, как минимум процентов 30-40 мы из этой цены убираем. То есть по ценообразованию примерно так, если понятно. Если непонятно, то еще раз напишите. Никогда на сайте мы цены не пишем для коммерческих. Это нереально. Сразу вот так написать, потому что каждый объект уникален абсолютно. Там очень много вводных. Допустим, когда с ними разговариваешь, они тебе звонят с отдела в какой-то компании и спрашивают сразу цену. Хотят встретиться и скажите нам ориентир, будем мы с вами работать или нет. Я затрудняюсь сразу им назвать, потому что очень много аспектов и человеку нужно что-то ответить. Как? Диапазон нужно ответить. Нужно сказать, в зависимости от состава проекта, сроков и сложности от 1100 до 1600 рублей за квадратный метр, например. Уже зная площадь, да? Ну, к примеру. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как корректно прописать сроки выполнения своего договора, если ты понимаешь, что внутри твоей работы еще закладываются сроки на разработку проекта вентиляции, отопления, там чего-то еще. Либо это должна быть какая-то условно плавающая цифра в зависимости от работы смежных специалистов? Дело в том, что срок нашей работы зависит не только от смежных специалистов, но еще от кучи факторов, да? Там действительно могут быть какие-то задерживающие моменты, и поэтому у меня в договоре написано так, что срок исполнения работ по проекту составляет столько-то рабочих дней, и дни, которые документация находится на рассмотрении заказчика, не входит в срок исполнения проекта. Соответственно, если я что-то передала, и, ну, дальше я что-то жду, то есть я все сделала, вот, то эти дни исключаются, и обязательно нужно по почте уведомить, что сейчас у нас идет задержка по причине того, что мы ждем проекта вентиляции, например. Вот, но чаще всего до этого дела не доходят, заказчик сам принимает меры, чтобы такого не было. Это, ну, как бы, для него это деньги в первую очередь, и здесь важный момент, это зафиксировать письменно, что снять с себя ответственность в этот момент, и тогда все нормально. Тогда вы можете ориентироваться не на дату, а на количество дней. Есть еще вопросы? Все? Благодарю вас. Я приглашаю сюда Евгения Тюрина, это президент Союза дизайнеров-архитекторов, с потрясающей лекцией сегодня он перед вами выступит, это формула любви построения вип-сервисов, да, внедрение вип-сервисов в ваши отношения с клиентами. Одна из моих любимых лекций, очень бесценная. Спасибо. Спасибо.